Приветствую вас, наши дорогие зрители, читатели и почитатели канала Континент ТВ. Сегодня 15 июля, и я, Игорь Туфельд, ознакомлю вас с последними событиями, которые вполне могут потрясти мир. Я заранее благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддержку нашего канала и, конечно же, за подписку. Ставьте колокольчик, нажимайте колокольчик и таким образом становитесь подписчиками нашего канала и интернет-издания Континент. Событий немало, как я уже сказал, событий, которые могут потрясти мир. И начну я, пожалуй, со съезда Республиканской партии, на котором уже официально было объявлено, что Дональд Трамп является официальным кандидатом президента от Республиканской партии, а вице-президентом стал сенатор Джеймс Дональд Вэнс из штата Огайо. Скажу несколько слов о сенаторе Вэнси. Он стал сенатором после выборов 1922 года и таким образом вступил в свою должность в январе 1923 года после принятия присяги. Он молодой сенатор и молодой человек, ему 39 лет, в августе этого года ему исполнится 40. Он бывший военнослужащий, который служил в морской пехоте, будучи военным корреспондентом и неоднократно выходил на самые тяжелые, кровопролитные бои и потом описывал их в прессе. После демобилизации он закончил университет в штате Огайо по факультету политология и получив первую степень бакалавра продолжил свое обучение в престижном Ельском университете, где он закончил юридический факультет, юридическую школу, как это называют в Америке, и получил степень доктора юриспруденции. Он также занимался бизнесом, тоже достаточно успешно. Он женат на его бывшей сокурснице по Ельскому университету, которая младше его на два года. Ее зовут Уша Чилу Кури, она выходец из Индии, ее родители, вернее, эмигранты из Индии, и она таким образом является тоже дипломированным юристом и довольно успешным юристом. У них трое детей. И, собственно говоря, что можно добавить еще о Венсе? В 16-м году он был одним из серьезных оппонентов Дональду Трампу в республиканской партии. Постепенно он стал менять свое мнение и в конечном итоге стал одним из его самых сильных сторонников. Некоторые республиканцы, собственно говоря, и демократы называют его Трамп с бородой. Потому что по многим вопросам, касающихся эмиграции, экономики, социальных проблем, общественно-внутренней политики, он является, как называют его в прессе, клоном Дональда Трампа. Однако существуют различия в отношении внешней политики Соединенных Штатов Америки. И здесь, собственно говоря, тоже, возможно, лежит и ключ к его назначению. Кроме всего прочего, он является выходцем из простой рабочей семьи, которой он вырос в бедности, его воспитывала бабушка. То есть, во многом это повторяет детство президента Барака Обамы. Многие считали, что Вэнс не сможет принести много дополнительных голосов Дональду Трампу, потому что, как я уже сказал, он является представителем, сенатором от штата Огайо, который, в принципе, уже не считается колеблющимся штатом. Но, тем не менее, его популярность среди среднего класса, среди фермеров, прежде всего, в Пенсильвании, Мичигане, Висконтине, Миннесоте является достаточно важным. Дональд Трамп не пошел по предложенному ему пути Демократической партии. Я не оговорился здесь. Дело в том, что Демократическая партия устанавливает свои нормы. То есть, так же, как на прошедших выборах 2020 года, назначение Камалы Харрис было явно связано с тем, что она женщина и представитель меньшинства. Это царит не только в политических назначениях, но и в профессиональных службах. Один из примеров, я немножко отвлекусь от назначения пост-вице-президента, то, что произошло во время покушения на Дональда Трампа. Многие, кто видели эти видеокадры на экранах компьютеров или телевизоров, заметили, что среди агентов Secret Service было две женщины. Причем, обе женщины были невысокого роста. Дональд Трамп около 190 сантиметров ростом. И таким образом, женщины, которые не смогли бы закрыть его в случае нападения и были ему, собственно говоря, по плечу, не соответствуют требованиям агентов, которые охраняют президента и других важных лиц государства. Однако, это произошло в результате того, что в том числе и Американская служба охраны президента получила определенные циркуляры от нынешней администрации, что в любом учреждении государственном, федеральном, включая агентов Secret Service, должно быть не менее 30% женщин. То, что они не соответствуют категориям, которые необходимы для исполнения этой должности, тем более охраны Дональда Трампа, это не было принято во внимание вообще. То есть, о чем я хочу сказать и уточнить свои слова. Дело в том, что если уже говорить о женщинах, то можно было взять женщин, которые, по крайней мере, соответствуют росту охраняемого им объекта, независимо от того, кто это Дональд Трамп или Байден, который тоже, кстати говоря, достаточно высокий. Или какой-нибудь человек более низкого роста. Потому что основная задача защитить человека, который он охраняет, взять его просто в кольцо. Буквально в смысле этого слова. Чтобы ни сверху, ни вокруг него не было ни малейшей возможности попасть в него из огнестрельного оружия. Это правило в случае президента Трампа было абсолютно не соблюдено. Я не говорю о том, что это было сделано намеренно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Итак, вернемся к Джеймсу Дональду Венсу. В свое время он написал книгу «Элегия Хилоби» или «Деревенская элегия», которая стала бестселлером. В ней он описывает все перипетии своего детства. Своё тяжёлое детство в бедной семье, службу в армии, о том, как он поначалу вернулся в родной штат Огайо для того, чтобы помогать своей матери. И, конечно же, о своей бабушке, которая его вырастила. В 2020 году этот фильм был экранизирован компанией Netflix и сейчас находится в свободном доступе для подписчиков Netflix. Так что не забудьте, по-английски это называется «Хилоби», «Хилбилл Эледжи», по-русски «Элегия Хилбили» или «Деревенская элегия». Эта книга также, кстати говоря, была переведена на русский язык. И тот, кто не владеет английским в достаточной степени, может также найти её на интернете и, возможно, заказать. Следующее сообщение, не менее важное, которое тоже потрясло многих критиков Дональда Трампа, заключается в том, что судья Айлин Кеннон, которая занималась рассмотрением дела прокурора Джека Смита, выдвинувшего обвинения против Дональда Трампа в отношении неправильного хранения документов, связанных с секретностью, которые были изъяты в поместье Дональда Трампа во Флориде, в поместье Мэри Лагу. И таким образом Джек Смит пытался обвинить Дональда Трампа в нарушении акта о шпионаже, что грозило Дональду Трампу тюремным заключением, длительным тюремным заключением. Так или иначе, сегодня судья Кеннон вынесла решение о закрытии этого дела. Основание было связано с тем, что министр юстиции Мэри Гарланд, который назначил Джека Смита для расследования этого дела, не имел на это никаких юридических полномочий и, более того, своим назначением нарушил Конституцию. Дело в том, что в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, только Конгресс может утвердить ту или иную должность специального прокурора, занимающегося такого рода расследованием. Мэри Гарланд даже не направил запрос и письмо в Конгресс, и таким образом его назначение считается незаконным. Напомню, что Мэри Гарланд, который сейчас занимает пост министра юстиции, и против которого сейчас ведется расследование за неуважение Конгресса, за его отказ выдать аудиозаписи беседы прокурора Хура с президентом Байденом, в свое время был одним из главных, вернее, главным кандидатом на пост суди Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. Это была креатура президента Обамы, и только благодаря усилиям лидера республиканской партии на тот момент в Сенате Митча Макконнелла, а эта кандидатура Гарланда была не утверждена и снята с повестки дня. Можете себе представить, что если такой человек, который должен находиться вне политики, занял бы место одного из верховных судей Соединенных Штатов, если он, по сути дела, или не знаком, в чем я сомневаюсь, с законами и Конституцией Соединенных Штатов, занимая пост министра юстиции, что бы он мог сделать на посту Верховного Суди. Еще одна довольно пикантная новость, которая касается конгрессмена Бенни Томпсона из штата Миссисипи. Напомню, что Бенни Томпсон был председателем комиссии, которая расследовала деятельность событий 6 января 2021 года. Он являлся одним из ярых критиков Дональда Трампа, призывал к тому, что бы Дональда Трампа лишили положенные ему до конца жизни президентской охраны, агентов Secret Service, призывал к возбуждению уголовных дел, бил себя в грудь и кричал о том, что события 6 января – это вооруженное восстание, инициированное самим президентом. И после всего этого, после окончания своей каденции, после проигрыша Нижней Палаты представителей Демократической партии, уничтожил все документы, касающиеся свидетельских показаний и прочих фактов, касающихся этих событий. Еще один интересный факт, о котором почему-то не упоминается в прессе. В 2004 году он стал одним из инициаторов, включая еще 30 демократов, которые пытались опротестовать президентские выборы Пуш-младший против Джона Керри в штате Огайо. Интересно, что после достаточно кратковременного расследования журналистов, которое заняло буквально пару дней, включая самого кандидата в президенты Джона Керри, которые сняли все претензии в отношении выборов в штате Огайо, конгрессмен Томпсон продолжал настаивать на фальсификации этих выборов, а потом уже в 2020 году постоянно говорил о том, что президент Трамп не согласен с результатами выборов, и это абсолютно незаконно и является подрывом устоев демократии. Почему, собственно, я вспомнил о Бенни Томпсоне? А все дело в том, что буквально на следующий день после покушения на Дональда Трампа одна из его сотрудниц и советников, некая госпожа Дженнифер Марсо написала на Твиттере такое сообщение, цитирую, «Я не приветствую насилие, но все же для того, чтобы не промахнуться в следующий раз, неплохо было бы взять несколько уроков по стрельбе». «Упс, я этого не говорил». Естественно, что после этого в ее адрес и в адрес конгрессмена Томпсона последовало несколько писем, заявлений со стороны представителей республиканской партии. И конгрессмен Томпсон отреагировал должным образом. Буквально на следующий день он заявил о том, что Джеклин Марсо уволена. Посмотрим, насколько это действительно соответствует реальным событиям. И в конце моего инфовыпуска я добавлю несколько слов, касающихся покушения на Дональда Трампа. Счастливый поворот головы Дональда Трампа, который спас его от смертельного выстрела Томаса Мэтью Крукса, был не случайным. Именно в этот момент один из телепромтеров, по которым Трамп читал свою речь, изменился. И следующим параграфом, который должен был озвучить Дональд Трамп, был текст о кризисе на границе и наплыве нелегальных иммигрантов, включающих огромное количество наркотических средств, которые ежедневно пересекают границу с Соединенными Штатами. То есть именно та тема, о которой он говорил и постоянно говорит на всех своих предвыборных выступлениях, спасла жизнь Дональда Трампу. Еще несколько фактов. Томаса Мэтью Крука заметили в тот момент, когда он поднимался на крышу с винтовкой. Об этом сообщили полиции, которая не приняла никаких мер предосторожности. В чем, собственно, заключается эта халатность? Есть этому несколько объяснений. Я, кстати, не верю ни в одно из них, но тем не менее расскажу вам о них. Первое – это то, что по правилам агентов Секрет Сервис, которые должны расположить снайперов на крышах близлежащих домов, полицейские могли принять Мэтью Крукса за агента Секрет Сервис или агента ФБР, который тоже принимает в этом участие. Однако в этой ситуации, я думаю, не только у меня, но и у многих наших читателей и почитателей возникает вполне законный вопрос. Даже если это так, почему не сообщить об этом агентам Секрет Сервис и узнать, действительно ли их человек направляется на крышу здания? Второй вопрос. Почему на крыше этого здания не находилось агентов Секрет Сервис и, собственно говоря, где они должны были находиться? Почему воздух не был запущен? Даже не вертолет, обычный дрон, которым сегодня пользуются даже ученики средних классов. Просто для того, чтобы проверить наблюдение. Это вообще не такое дорогостоящее мероприятие. И следующий вопрос, тоже достаточно важный. Важный, каким образом Мэтью Крукс забрал винтовку у своего отца. Казалось, винтовка принадлежала его отцу, купленная на законном основании, если не ошибаюсь, еще в 2013 году. И попал на эту крышу. Ну, собственно говоря, эти вопросы я уже задавал. На этом я заканчиваю свой инфовыпуск. С вами был Игорь Туфельд. До новых встреч. Еще раз спасибо за лайки, комментарии и поддержку нашего канала. Всего хорошего. До новых встреч. Хорошей вам недели.